Всем привет! Сразу хочу сказать, что я снимаю видео только о тех вещах, которые меня по-настоящему волнуют, с которыми я сталкиваюсь сама лично и которые обдумываю на протяжении долгого количества времени. И сейчас я хочу поговорить о том, почему важно создавать что-то своими руками, заниматься деятельностью и созиданием. Начнем с самого простого примера. Вы обладаете какими-то знаниями, которые отсутствуют у большинства или преобладающего большинства людей. И зная о том, что существует такой формат, как видеоблогинг, вы задумываетесь о том, чтобы делиться ими с миром и с людьми. И здесь начинается самое интересное. Практически каждый из более-менее популярных блогеров говорит о том, что не снимайте видео, если вы точно в этом не уверены, если вы сомневаетесь в себе, если у вас нет четкого стиля или какой-то конкретной тематики. И это ставит в тупик, потому что человек, естественно, сомневается в себе, прислушивается к авторитету, добившемуся успеха, и ничего не делает. Хотя на самом деле блогеры просто убирают себе конкурентов на корню. Вообще, если вы хотите чем-то заниматься или что-то попробовать, не нужно слушать никого. Даже человека, который очень сильно вам близок, которому вы доверяете и которого уважаете, или просто популярному человеку, вообще никого не нужно слушать. Потому что никто из посторонних людей, из близких тоже не знает, что по-настоящему происходит у вас в голове. Не знает ваших планов и целей, ваших задумок и уровня желания заниматься чем-то и двигаться вперед. Поэтому другой человек может только судить поверхностно, на стандартных фактах и на популярных мнениях. Сама лично я сталкивалась с чрезвычайно абсурдной вещью. Когда с кем-то делишься о том, что хочешь начать заниматься какой-то популярной деятельностью, популярным занятием, которое распространено, но имеешь свое видение, в общем, делать то, что очень известно и популярно, но по-своему. Тебе обязательно скажут, этого же сейчас навалом, этого полно, тебя даже никто не заметит, ты утонешь в море подобных предложений и ничего не добьешься. Если же ты хочешь заниматься чем-то редким, направленным на узкую категорию людей, на узкое количество читателей, зрителей и так далее, покупателей, тебе обязательно скажут, но ведь это совсем не популярно, очень сложно будет найти свою аудиторию, своих клиентов, замучаешься и ничего не получится. Просто абсурд. Полное отсутствие логики. Поэтому вас никто не поймет. Нужно просто начинать делать. Я не хочу, чтобы мой канал становился каналом по мотивации, но снимать видео о том, что волнует и о чем думают молодые люди в возрасте от 16-17 до 25, даже старше лет, я считаю правильным, потому что сама нахожусь в этой возрастной категории и сама прохожу через эти процессы становления себя, поиск себя, реализацию себя в этот период, в этом городе и так далее. Поэтому это мне все близко и об этом и хочется говорить. Конечно, главной целью желания создать что-то и сделать какой-то проект должно быть удовольствие от процесса и от творчества, а не просто деньги. Потому что иначе это уже все, это не творчество, и вы с меньшей вероятностью достигнете успеха. Я знаю много людей, которые подрабатывали и в магазинах, и в Макдаке, но при этом приходили домой и вечером прессовали картины, а потом стали продавать их. Все потому, что они правильно распоряжались свободным временем, они знали, чего хотят, и знали, что хотят заниматься чем-то. А без денег нельзя прожить все равно. За квартиру нужно платить, за еду нужно платить и так далее. Просто нужно находить способы совмещать все это. Но и рисковать тоже, потому что, когда появится возможность продать свое творчество, не нужно упускать этот шанс. Это может классно изменить вашу жизнь, но это не должно быть главной целью. Вы всегда должны быть готовы к тому, что, возможно, это так и останется в вашем хобби. Но благодаря этому хобби вы будете испытывать необычайное удовольствие от жизни и внутреннее удовлетворение. Еще одна вещь, в которой я уверена и которую сама испытала на себе, это то, что творчество и созидание дают возможность испытать удивительное ощущение настоящей любви к себе, гордости за себя и уважения к себе. Не из-за того, что тебя хвалят, что тебе ставят лайки или что-то подобное, нет, а именно из-за проделанной работы, из-за того, что ты видишь результат, из-за того, что ты можешь сравнить свое первое творение и творение, которое я сделал день назад, увидеть эту разницу. Это все удивительные эмоции и яркое чувство любви к себе и принятия себя, которого так не хватает современной молодежи, для которых оценивание чужими людьми, и их фотографии в соцсетях являются самым главным в их жизни. А в конце, чтобы закрепить все мои слова и принести еще одно окончательное доказательство, я хочу напомнить о существовании пирамиды Маслоу. Семь ступеней. Физиологические, безопасность, любовь, уважение в обществе, знания, эстетические потребности и самореализация. Большинство современной молодежи застревает на четвертой или на пятой ступени. На четвертой это когда репутация и рейтинг самое важное, что может быть и в жизни. А на пятой это когда еще читаешь книжки и иногда получаешь какие-то знания. Но этого мало. Нужно все эти прочитанные знания применять в жизни и развиваться, создавать что-то своими руками и заниматься какой-либо деятельностью. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok